если на моем канале то утренняя молитва так скажу это незатяжной какой-то пост который я тут назначил молитвенный марафон или еще чего либо бред который христиане бывают устраивают это жизненная важная необходимость даже если я не записывал я бы все равно молился так что проблема вернее это не проблема но как бы проблема которую устраивает христиане потом такие с пафосом ходит вы и мы молились там сколько-то так о чем я сейчас хочу сказать хочу сказать о некоторых таких вещах интересно и на кстати снег маленько тоже полу падал вот от снег такой вот он ожидает он все небольшое количество просто ночью заморозок некоторые думают о том что очень не понимает зачем молитва на языках но они молятся приходят на собрание помолился ты такой на языках харизматическом собрании или в собрании пятидесятника я говорю я пятидесятник я помолился на языках поэтому поэтому я пятидесятник харизматы чуть-чуть дальше продвинулись они просто молятся на языках не понимают зачем они вообще молятся тогда и задумался зачем тебе вообще молитва на языках сила приходит точно а мне смешно не то что как бы я не верю что сила приходит конечно приходит она пришла однажды в мою жизнь эта сила она как остается со мной никуда не уходит никуда не дается задайся вопросом почему ученики когда еще им сказал идите в этом то будете делать другой 5 10 они не молились на языках услышь меня они не молились на языках но мы не творили намного более того чем ты делаешь ура бакара бакара кумбар гаракин да и ты такой ой то есть получается что молитва на языках не для этого предназначена она так лега диндер коломаки ра бакара киндо гадин до кону махараши кгудун бахараби а для чего тогда она предназначена какой тогда от неё толк и смысл варкараба как она по праводу бакараба как она по праводу да и гондока тагидиндана как они бинда органа ведь и диндер ну как бы там ба ну как бы там ба шоков до года он балакимб огора кипре шли хумбракит какой смысл и толк от молитвы на языках если тебе говорили о том что якобы она предназначена для того чтобы не спускать силу с небес но ученики еще еще до его распятия до жертвы еще уже ходили в силе ну так сказать своеобразной силе это не та сила была конечно которую вы примите силу когда сойдет на воздух святой как бы они творили чудеса вот ты же воспринимаешь чудеса это как силу да вот эти про это и пытаюсь сказать а вот 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 кудумба рэга дэгэдэнда рэга дэгэдэнда рэга дэгэдэнда мне тут новую смолинка надо повыкидывать рэга дэгэдэнда лакумба харабаши гдэнда рэга дэнда рэга дэнда рэга дэнда эээ лакунда кэдэгдэнда эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры делал DimaTorzok Для чего же нужны молитвы на языках Вот они встали Вот эти вот Харизматы Пятидесятники И такие молятся Болякают языками Зачем вы это делаете, ребята? Зачем вы произносите эту бессмыслицу? Если вы не понимаете Что вы делаете? Какой толк от вашей молитвы Если вы Не понимаете, что вы О чем вы молитесь Если вы не понимаете Назначение иных языков Это все равно, что тебе подарили автомобиль И ты вместо того, чтобы ездить на нем Просто тупо заводишь его Но не ездишь Пришел, позаводил Погордился Какая у тебя классная тачка Посидел за рулем Но не ездишь Вот тоже самое Вот эти вот ребята Они Используют молитву для языков На языках Как внешне Ну как бы понять не поняли Для чего Молитва на языках необходима Вот Но Как бы повод для внешней гордости Хотя гордиться-то нечем на самом деле Потому что 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 ты такого Это что технология какая-то в этом мире Особая Которая Кому-то из Людей на планете Земля Приносит пользу Вот Ну Твое боляканье на языках Я не говорю сами Сама суть молитвы на языках Но твое боляканье на языках Без Вообще Понимания того Что ты делаешь Зачем ты это делаешь Это абсолютно Бессмысленная Бесполезная Вещь Хотя Ты правильно Делаешь Что продолжаешь молиться Но когда ты гордишься этим Что ты Такой вот Классный Крутой Молишься на языках Но при этом Ты не понимаешь Что ты делаешь Это абсолютно Бесполезные вещи Ты занимаешься Ерундой Полной Потому что Нужно понимать Что ты делаешь Зачем ты это делаешь Что ты от этого Должен получить Тебя психологически Подогрели В позиции того Что якобы Это какая то Волшебная штука И ты такой Болякаешь Но ты почему то Сутками это не делаешь Ты приходишь просто Тупо на собрание Поболякал там И все И такой потом Ходишь такой Ой я молюсь На языках И огромное количество Верующих Болякают На языках Но не понимают Зачем они это делают Для чего они это делают Какой смысл В молитве На языках Ты молись Молись вместе со мной Сейчас Продолжай молиться Это важно И нужно Молиться на языках Важно и нужно Но если ты не понимаешь Того Зачем ты молишься И что из этого Ты должен получить То ты занимаешься Бесполезной ерундой Я то знаю Зачем я молюсь Поэтому я и молюсь Потому что знаю Зачем я молюсь И для чего я молюсь И что из этого Я получаю Я всегда получаю Даже то Что я тебе сейчас говорю Это результат того Что я молюсь Нет Это не результат того Что просто я О молитве рассказываю Это то Что я тебе сейчас говорю Это то Что выходит И в результате того Что я молюсь На языках познание и понимание, которое рождается во мне, оно рождается в результате молитвы на языках. Зайди во все мои аккаунты, на любой соцсети, в которой я зарегистрирован и выставляю откровения. Зайди, посмотри. Ты думаешь, это просто от такого большого ума? У меня нету большого ума. Я не какой-то профессор в институте. Да и они столько не пишут. У меня большой ум в результате того, что еще дает мне наставление, в результате этого у меня есть большой ум. А не потому что я просто вот я техническую подоплеку знаю этих вещей. Я здесь как доктор наук. У меня можно узнать об этих вещах, подробностях молитвы на языках. Я тебе расскажу прямо все в мельчайших подробностях, технического характера. Если тебе интересно, конечно. Хотя тебе Всевышний может и сам это открыть, если ты будешь молиться на языках и понимать, для чего ты молишься, и прислушиваться к тому, что внутри тебя вообще рождается. Если ты займешь эту позицию, тебя прорвет, честно говоря. Ты не будешь приходить в собрание и только там молиться на языках, ты будешь молиться везде. Везде. Просто-напросто везде. Потому что, если ты только поймешь, что ты получаешь от молитвы на языках, ты будешь молиться везде, потому что тебя будет переть. Ты будешь хотеть получать познание Всевышнего и ты будешь понимать, я получаю познание Всевышнего в результате того, что я молюсь на языках и дух наставляет меня из-то три. Субтитры создавал DimaTorzok Я один из первых. Я не знаю, кому еще это открыто было. Я тебе серьезно скажу. Если я еще не достиг того уровня в этом внешнем мире по количеству откровений, которые мне открыты в результате молитвы на языков, выше, больше, чем кого бы то ни было, кто мог иметь столько откровений, познания, которые Всевышний открывает о себе и о каких-то других еще вещах, то я переплюну всех этих людей. Всех абсолютно переплюну. Может быть найдется какой-то кто-то такой, который еще более настойчиво будет молиться на языках, который еще больше будет получать. Может быть с рождения такой, знаешь, с рождения такой. Так, иди от все два. И там ори. Так, иди от все. А, вот так. Молитва на языках, это прежде всего наставление изнутри тебя. Ты, конечно, можешь возлагать руки на кого-то, и при этом молиться на языках, это тоже будет результативно. вот, но нужно понимать, что основная цель и основное направление молитвы на языках, это не возложение на кого-то рук, чтобы за кого-то молиться. хотя я серьезно говорю, если ты желаешь на кого-то возлагать руки и молиться на языках, делай это обязательно. Это хорошая вещь. Но не в этом цель. Это такая временная цель, которая, ну, какой-то результат и дает. цель основная в молитве на языках, это родить в тебе познание и понимание наставления. Познание, понимание и наставления. Родить в тебе познание, понимание и наставления. Просто запомни эту формулу. Родить в тебе. Цель молитвы на языках родить внутри тебя познание, понимание, откровение, осознание. Молю от духи премудрости и откровения к познанию тебя. И когда дух откровения и познания в тебя, внутри тебя, это выходит вот эта вот молитва, в тебе рождается познание Всевышнего, которое он о себе открывает тебе внутри тебя. Не надо ждать какого-то грандиозного, особого такого. Самые маленькие откровения, которые тебе кажутся, ну, мне показалось, вот это оно и есть. Запиши их, и ты будешь в шоке. Не важно, как ты это сможешь интерпретировать. Попробуй хоть что-то записать, дружище. Хоть что-то записать, то, что внутри тебя рождается. Какое-то понимание. Не важно, если ты стесняешься это всем афишировать. Не делай это пока что, пока ты стесняешься. Начни записывать хотя бы на бумагу. Спрячь ее, если ты не хочешь, чтобы об этом кто-то знал. хотя бы так для начала. Начни делиться сам с собой, тем, что он тебя открывает внутри тебя. Я тебя уверяю, через определенное время ты почувствуешь жажду делиться это с другими. Да, будут некие атаки. Придется противостоять определенным вещам. Когда ты делишься сам с собой, тебе нечему противостоять, кроме как твоей дури в твоей башке о том, что якобы это может быть и не от Бога, а показалось. Ага. Некоторые вещи, конечно, ты можешь интерпретировать с позиции внешних знаний, но откровение будет верно. Через определенное время Всевышний поправит тебя, если ты не перестанешь молиться языками. Он тебя исправит, и ты тогда исправишь те вещи, которые ты писал. Суть откровения будет останется одна и та же, но внешнее то, как ты это интерпретировал, ты это изменишь. Прямо сейчас, когда ты вместе со мной молишься, внутри себя просто загляни внутрь себя, прямо заглядывай внутрь себя, молись на языках продолжай молиться и смотри внутрь себя, смотри то, что внутри тебя происходит. Прямо то от места, наблюдая за тем местом, закрой глаза, наблюдай за тем местом, которое внутри тебя, откуда исходит изгиб. Просто наблюдай, наблюдай, заинтересуйся, что вообще оттуда происходит, как там происходит. Ты увидишь, что это, оказывается, Всевышний говорит изнутри тебя вот этими вещами. Да, ты их не понимаешь. Цель Бога в том, чтобы ты понял, и это и есть откровение. Субтитры а то вышли в воскресенье, помолились на собрании пять минут, цей толпой, конечно. Да, Божье будет особо признать, потому что Слово свое начинает высвобождать, именно в тот момент, когда молятся на языках не к какому-то одному идиоту-придурку, который за кафедрой постоянно один и тот же дурак стоит и всем что-то рассказывает, как им надо жить, как им с женой, с мужем. Идиоты, когда вы закончитесь, наконец? Когда же вся эта толпа безмозглая начнет получать внутри себя опоздание Всевышнего? Нет, они собираются, думая, что Богу интересно, как они в воскресенье собрались, попели, помолились на языках, но при этом ничего не получили или проигнорировали то, что внутри них было открыто. Зачем они вообще собираются, получается? Какой смысл от их собраний? Ого, ты против Бога! Я не против Бога, я против идиотизма! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 что о чем я говорю ты просто войдешь в эту сферу и будешь получать откровенно а Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так вот, насчет праздников. Это все приходит из внешнего мира. Вот эти праздники. Соответственно, ощущение, переживание этих праздников приходит из внешнего мира. Создается это в результате воздействия на мышление. Любой праздник создается в результате воздействия на мышление людей, которые себя назначили. Так скажем, некими начальниками, управителями, властителями, да? Над определенной кучей идиотов, которые согласились себя поставить под власть этого ненормального дебила. И в результате получается, что он говорит, мы назначаем праздник. И ты такой, вау, праздник! Все, тебе объясняют суть этого праздника. И ты такой радый. Тебя заряжает твое мышление определенная информация. Ты потом начинаешь вот это вот все переживать и ощущать. Потому что тебе рассказали об этом празднике. Какой он классный и крутой. Тебе создали внешние какие-то вещи. Атрибуты этого праздника. Тебе подарили подарки. И ты потом своими потугами начинаешь уже впоследствии участвовать в создании этого праздника. Поверь, Всевышний так не действует. Все, что люди пытаются создать своими потугами и усилиями своей воли в этом внешнем мире. Потому что, когда ты применяешь потуги и усилия в том, чтобы заставить себя молиться на языках, это одно. Ты ничего при этом физического-то не создаешь. Единственное, ты психологически себя заставляешь молиться. Потому что бывает меньше. Это часто очень интересно. Ты себя начинаешь заставлять молиться. Вот. Ты себя начинаешь заставлять молиться. И это часто. В этом, да, ты начинаешь себя заставлять. Потом это, как бы, оно пошло по накатанной. Вот. Пошло по накатанной, значит. А здесь ты себя заставляешь в том, чтобы был создан праздник. Понимаешь? Я серьезно тебе говорю. Я тебе говорю сейчас из-за откровения. Другими словами, хочешь Слово Божие, вот тебе Слово Божие. Это сейчас более, чем то, что ты сможешь прочитать в Библии. Почему? Потому что это реальное, живое Слово, которое внутри меня. Если то, что рождается в тебе, то же самое, это и есть Слово Божие, к которому нужно относиться более, чем к тому, что написано в Библии. На данный момент времени. Потому что это он говорит. Это он открывает. И это намного важнее, чем все остальное. Это не то, что тема о праздниках, она является ключевой в его вести. Нет, абсолютно нет. Я говорю об отношении к живому Слову. И вот люди начинают создавать праздники. То есть это создание человеческое. Чем больше людей участвует в создании праздников, тем более вот это вот влияние атмосферы, она распространяется, становится больше. Это создание рук человека. Вот давайте создадим праздничную атмосферу. Это Бог? Нет, это не Бог. Это вы создали. Это не Бог. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То, что в тебе рождается, это откровение, познание Всевышнего, это становится неким камнем, который уничтожает этого истукана, который в принципе это создание в твоем мышлении, менталитете. В мышлении вернее, менталитет это производное мышление. Вот, в менталитете, в твоем мышлении, вернее в мышлении, вот, вот эту статую государственности внутри тебя еще производит уничтожение. Он не просто берет и уничтожает там, посылает каких-то кровожадных убийц для того, чтобы там, знаешь, прийти в государственность. Некоторые это делают, ну, прочитали это пророчество и такие, знаешь, сатана им такое извращение такое, давай, вмышление в их не, типа, вот, видишь, написано, ну, притворился богом, типа, давай, типа, выполни эту мою волю по уничтожению определенных государств, тем самым создает другие государства. То есть понимаешь, что ничего не меняется, по сути это дело, из уничтожения одного государства просто создается другое государство, ничего не меняется, все то же самое остается, только более, наверное, в каком-то другом, ну, как бы, виде, вот и все. А этот камень, камень Откровения, он прямо в цель бьет. Будет бить тебя в голову. В голову. В голову, услышь меня. В голову. Не надо сейчас пытаться обижаться, оскорбляться тем, что якобы Всевышний, он в твою голову, в твою голову бьет. Удар наносится в твоей голове, по твоей голове, в твою голову, потому что ты заражен этой государственностью, ты заражен этим идолом, который является мировой государственной системой правления. Ты заражен этим. Что он делает? Он рождает в тебе познание себя. Он не занимается ерундой, внешне пытается воздействовать на тебя. Может быть, только в исключительных случаях. Но ему нет нужды заниматься перепрошивкой мозгов населения. Они и так перепрошиваются. Десять человек станут получать откровения, и в среде их никто не устоит. Любой из людей, которые придут в среду этих людей, не устоят просто-напросто. Они будут перепрошиты. Там не надо заниматься этой ерундой по поводу воздействия на массы. Я не занимаюсь воздействием на массы. Я даже не занимаюсь воздействием на единицы. Мне что делать нечего. Мне что, заняться нечем. Воздействовать на твое мышление, чтобы ты что-то понял. Ты понял, наконец-таки? Или нет? Слушай, если тебя Всевышний не открывает внутри, то я вообще... Зачем я буду тут время тратить? Вот просто подумай. Если Всевышний тебе внутри, тебя не открывает ничего, когда ты меня слушаешь, какой смысл вообще мне хоть как-либо возиться с кем-то, кому он что-то не открывает. Вообще абсолютно. Потому что это абсолютно бесполезная задача. Это все равно, что ты подошел к стене, которая толщиною в, скажем, метр. И она не просто бетонна, железобетонна, она там еще, ну и железо там, и все. И ты пытаешься ее разбить, эту стену, чем кулаками. Давид взял из потока, он из потока взял пять гладких камней. Вот этот Голиаф, это был такой, знаешь, вот церковь сегодня, она не может победить, она не в состоянии, она воюет с этой системой, пытается ее победить, эта система глумится над этой церковью, которая не может победить систему, но она воюет, она продолжает дальше воевать с этой системой, ну, как бы тайно пытается ее победить. Они скрывают это, ну, в тайне сердца они все равно, вот мы победим, мы победим, но тем не менее, они продолжают регистрироваться в государственных органах власти, они продолжают свои собрания называть как-то особенным названием, отмечать дни рождения церкви. Мы вот в этот день родились, вы идиоты. Аня, родились. Аня, родились. Твоё рождение, оно 2000 лет тому назад, с Голгофского креста произошло, ты не родился здесь в какой-то момент времени, ну а как же Бог вот тогда-то, тогда-то меня коснулся, это не значит ничего, Бог находится вне времени, и когда Он тебя коснулся, это не говорит о том, что ты именно тогда родился, пусть твои мозги вскипят просто, имени не шло. Ну так вот, об откровении, Давид, Давид, Ааа, Божественный Царь Давид, Ааа, взял из потока пять гладких камней, царь. Пророческий образ Ишуа, Откровение, Весь Ветхий Завет пропитан посланием об Ишуа, Весь Ветхий Завет. И здесь Ишуа облекается вплоть до Вида, я говорю по откровению сейчас, потому что Он откровение, Он живое Слово, Он просто на определенный момент облекается в эту плоть, облекается в это тело. Они были движимы Духом Святым, слушай, в кого Он облечен был, Ишуа, облекается Ишуа, Он идет к этому, к потоку пять гладких камней, пророческий образ Слова Божьего Слова. Ох, христианство просто не знает ничего абсолютно. Ишуа сейчас говорит. У меня есть понимание этих вещей просто. Он берет этих пять гладких камней, достаточно было одного. Почему пять, мне не совсем понятно, но тем не менее. в этом есть тоже свое предназначение и смысл, почему пять. И один запуливает в этого Голиафа, вот этого представителя внешнего мира. Казалось бы, грозного, огромного воина. И Давид просто поражает его одним из камней, которые взял из потока. Внутри тебя Ишуа сказал, я даю тебе, я дам тебе воду живую, да, и она сделается в тебе источником воды, текущей в жизнь вечную. Ты должен взять из этого потока откровения и этим откровением запустить в этого Голиафа. Где этот Голиаф находится? Он находится прямо внутри тебя, в твоем мышлении. Это система этого мира, Всевышний запускает прямо туда этот камень. У меня две картинки слились в одну сейчас. Это истукан, который разбит был камнем и картина, где Давид поражает Голиафа. Он обещает, он прямо сейчас обещает, он говорит, я разобью систему внутри тебя. Систему построенную дьяволом внутри тебя, я уничтожу, я разобью от нее, ничего не останется. Чем? Откровениями. Откровениями познания Всевышнего. Дух говорит сейчас одну такую интересную вещь, он говорит, все, что происходит в собраниях, которые не ходят в познание Всевышнего, все твои проблемы, которые у тебя там есть. Неразрешенность, не разрешенные годами, все это связано только лишь с тем, чтобы ты возвращался обратно в эту долбанную церковь, которая Богом не почитается, как за его тело. И ты ходил обратно, ну как бы тебе такое облегчение вроде на какое-то время, и ты потом обратно возвращался туда с этими проблемами, которые вроде бы опять облегчение какое-то. И ты потом опять возвращаешься, все это создано лишь с одной целью, чтобы удержать тебя в этой системе. Потому что тебя все время там начинают причеплять к системе, к системе этого мира, в твоих мозгах. Пока ты туда ходишь, надеюсь, что там и есть спасение, это и есть крючок, потому что спасение не там. Нигде во внешнем мире нет спасения. Прочитаю место с Писания, где Ишуа сказал, когда вам скажут, вот там Христос, или вот там не ищите, не гоняйтесь. Нет у меня там. Зарстый буржин, внутри вас есть. 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 Не знаю, это будет. Зарстый буржин, внутри вас есть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Воскресенье Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok